Пьянство От него же страдает не только здоровье человека, от него страдает и общество, то есть человек пьющий, он в своей семье постоянно стресс приносит, поэтому пьянство – это ещё и социальная болезнь. Если отнести к какой страсти, к какому греху отнести, то это разновидность греха чревоугодия. Но, тем не менее, пьянство затрагивает всего человека, оно затрагивает и тело, и душу, и дух. Почему пьяницы Царствия Божия не наследуют? Потому что человек становится практически другим человеком. Как кто-то сказал, что пьянство – это добровольное сумасшествие. Поэтому, с точки зрения Священного Писания, пьянство является действительно проблематичным для человека. Потому что, представьте, человек всю жизнь пил, у него вся жизнь выстраивалась вокруг алкоголя. Он умер, а там выпить нечего, а у него жизнь вся вокруг этого. Почему он в Царствие Божие не попадёт? Не потому что Господу жалко, что место в раю жалко. Нет. Просто у него вся жизнь построена вокруг пьянства, всё общение вокруг этого построено. И человек, грубо говоря, в Царстве Божьем не будет знать, чем заняться. Потому что там люди в Царстве Божьем собрались не для того, чтобы выпить, а у него вся жизнь для того, чтобы выпить. И вот поэтому проблема. И, как ещё Иоанн Златоустый писал, вот люди создают компании для того, чтобы пить, гулять. Так, говорит, давайте создавать компании для того, чтобы жить трезво. Потому что, опять-таки, как и человек начинает пить, он обычно начинает пить в компании. Так и победить эту страсть тоже легче в компании, потому что побеждать ее не так легко. Сатане такого работника жалко потерять, поэтому всеми силами пытается человека отвратить от вот этого решения бросить пить. Хотя человек уже, грубо говоря, на этом алкоголе потерял все, потому что мне сложно представить, например, ситуацию, когда человек, наливая свою первую рюмку, сказал, все, с этого дня начну пить, стану алкоголиком, потеряю работу, от меня уйдет жена, пропью квартиру, буду жить на помойке, питаться отбросами. Я мужик, я так решил, я так сделаю. Нет, это подкрадывается как-то все вот очень незаметно. То есть, человек начал, выпил рюмочку, доведав в компанию, потом, ну, и вот так вот втягивается, да, незаметно. Причем, сатана же ему еще на ум говорит, что, ну, ты же свободный человек, ты в любой момент можешь бросить. А когда человек реально хочет бросить, он понимает, что это все не так просто. И вот у нас сейчас прозвучало несколько раз сатана, сатана, да, вот, может быть, невоцерковленные скажут, что какой сатана. То есть, потому что сейчас люди воспринимают мир посредством фильмов, да, а там в фильмах бесы изображаются там, как вот какой-то, не знаю, там, черт с мечом, да, еще чего-нибудь. А бес – это дух. И его работа в жизни человека заключается в том, что он пытается человеку внушить разные мысли нехорошие, разные желания нехорошие. В наши желания порой вмешиваются вот эти духовные сущности. И в том числе они предлагают человеку выпить, предлагают человеку другие грехи совершить. И надо с собой справляться. Причем победить ведь вот это желание не так просто, потому что, вот, например, какая одна из ошибок, которую совершила Ева, когда совершилось грехопадение? Одна из ошибок – то, что она вообще заговорила со змием. И вот тут часто также человек совершает эту же ошибку. Он вместо того, чтобы сказать своему желанию выпить, все, нет, пошло отсюда, я не буду пить, я трезвенник, да, вот, он начинает с этой мыслью беседовать, пытается себя убедить, почему ему не надо выпить. Ну, а сатана, у него опыт большой людей убеждать. Он, скорее всего, в этой ситуации победит. Анекдот такой есть, когда человек говорит, ну, все, не буду пить. Потом заходит в магазин, видит бутылку водки, говорит, нет, вот, решил, дал себе слово, не буду пить. Куплю, принесу домой, пить не буду. Принес домой и думает, не, вот, открою, но пить не буду. Открыл, не, налью, налью, вот, поставлю, но пить не буду. Налил, выпил, говорит, вот у меня какая сила воли, не хотел, а выпил. Поэтому так вот, шажочек за шажочком, человек порой склоняется. Но иногда вот с алкоголем эти шаги проходят очень-очень быстро. Вот у нас, например, случай был, у меня у одного знакомого, врач-нархолог совершил ошибку. Он начал выпивать понемножку, да, вот, пришел к ней и говорит, у меня вот вроде получается выпить рюмку и не выпить дальше. А можно мне вот так вот, она говорит, ну, да, только не больше рюмки, не больше рюмки. И он буквально через месяц, он попал в такую ситуацию, что, говорит, я прихожу в себя, понимаю, что, не помню ни как купил, ни как налил, понимаю, что уже пью третий день. То есть, поэтому вот алкоголь, он вот, эта страсть, она в этом плане очень коварна. Ну, а бросить с ней, если человек имеет действительно искреннее желание, часто у него получается бросить. Вот как церковь рекомендует бороться с этой страстью, с этим грехом? Ну, вот, как и говорил Иоанн Златоустович, что надо создавать сообщество для жизни трезвой. Потому что, так как мы и начинаем обычно употреблять в сообществе людей, так и, когда человек бросает, ему важно поменять коллектив вокруг себя. Потому что те люди, с которыми общался он раньше, которые тоже с ним пьют, собутыльники, они даже те люди, которые до этого говорили, что ты что-то много пьешь, надо бы тебе бросать. Если он бросит, они тут же будут говорить, да ладно, да рюмку-то можно выпить, да ничего страшного. Во-первых, человеку надо понять, что пить по чуть-чуть у него уже не получится. И на самом деле это не так трагически. На первых этапах сказать себе, все, мне нельзя пить. И найти общество трезвых людей, да, вот сейчас, слава Богу, очень распространены православные братства трезвости. Вот, если в вашем городе вдруг по какой-то причине православное братство трезвости еще не появилось, можно найти анонимных алкоголиков. Они стараются бороться с собой, они поняли, что у самих, у них не получается победить. И они обращаются к Богу, как они его понимают, да, чтобы он помог им справиться со своей проблемой. Вот, есть в псалтире такой момент, уклонись от зла и сотвори благо. Проще всего, опять-таки, победи эту страсть, когда ты не просто пытаешься бороться сам с собой, а когда ты вообще стоишь за трезвость. Пытаешься помочь и другим. Есть у древних философов такая мысль, что хочешь чему-то научиться, заведи ученика. Ну, потому что сам будешь готовиться, да, чтобы ему что-то объяснить. Так же и тут, чтобы победить в себе пьянство, можно еще попытаться помочь окружающим, тем, кто выпивает и своим каким-то небольшим опытом поделиться. Это действительно работает, поэтому какие рекомендации? Снова учиться радоваться жизни. Почему человек пьет? Потому что у человека есть потребность в Боге. Человек создан для бесконечного познания Бога. А поскольку человек этого Бога часто не находит, потому что не ищет, а потребность-то есть, он пытается эту потребность удовлетворить суррогатами разными. А поскольку Бог бесконечен, поэтому суррогатами удовлетворить не получается. Человек погружается все глубже-глубже. Поэтому человеку, во-первых, надо постараться найти Бога, а во-вторых, постараться научиться заново радоваться простым вещам. Потому что в детстве у нас как-то же радоваться получалось. Ставшие взрослее, мы почему-то разучаемся этому. Господь же говорит в Священном Писании, будьте как дети. Я упоминал уже в какой-то из передач есть такой святой, недавно канонизированный, Паисий Святогорец. Он говорил, что люди делятся на две категории – на пчёл и мух. И для пчелы весь мир – это большая цветочная поляна. А муха на этой цветочной поляне найдёт эту заветную кучку, и для неё весь мир – большая куча навоза. И вот Паисий Святогорец призывает нас – не будьте мухами, будьте пчёлами. И есть такой батюшка, тоже он занимается активной реабилитацией алкозависимых, отец Григорий Григорьев. Он подметил такую вещь, говорит, ну ведь рождаемся мы все пчёлами, просто на каком-то этапе почему-то становимся мухами. Поэтому надо вот возвратиться в это пчелиное состояние, учиться радоваться простым вещам, чтобы нам не искать вот эти какие-то допинги, суррогаты. Как начать радоваться? Опять-таки, искать во всём позитив и искать Бога, потому что вот святые отцы, они Бога за всё благодарили. В этом есть такой обоюдный смысл. Во-первых, Богу более радостно делать тебе благодеяние, более охотно он будет делать, если ты с благодарностью относишься за эти благодеяния. Но и сами мы, когда благодарим Бога за благодеяние, сами мы больше акцентируем на них внимание, и поэтому лучше их видим. У меня есть товарищ, который попал в очень сложную ситуацию. Он в своё время стал инвалидом достаточно молодым, в 25 лет. Ну, он как бы сам поучаствовал в своей инвалидности, потому что он употреблял тяжёлые наркотики, и в какой-то момент часть мозга умерла, и он не смог ходить. И вот он впал в уныние, в печаль. И вот в реабцентре, где он проходил реабилитацию, батюшка дал ему чётки, говорит, ты вот перебирай, на каждую горошинку вспоминай, что хорошего с тобой сегодня произошло. И он вот так вот поперебирает, поперебирает, смотрит, а ведь немало. И вот так вышел из депрессии, и сейчас, наверное, один из самых радостных людей, которых я знаю. Нет, здоровье у него не восстановилось. Но он не опустил руки, он женился, он родил сына, он работает. Почему? Потому что начал благодарить Бога. Потому что есть же такая поговорка «Бог в мелочах». Поэтому вот из важнейших этапов реабилитации научиться заново радоваться этой жизни без веществ. В этом есть сложность, что пока организм вернётся в привычное состояние. Поэтому первый год, наверное, человеку, который бросил пить, особо трудно, потому что мир действительно кажется ему серым. Но потом организм восстанавливается. И вот как пообщаешься с людьми, многие говорят, что год-полтора – такой сложный период, а потом ты понимаешь, что как здорово быть трезвым. Ну, я знаю, что у вас существует братство трезвости. Как там люди учатся, скажем так, радоваться, как вы говорите. Чем непосредственно занимаетесь? Ну, она организована, как и многие группы взаимопомощи. То есть, мы собираемся каждую среду в епархии бабушки на 20, в пол восьмого, ну и общаемся, пьём чай. Но, наверное, в чём отличие у нас от остальных похожих групп взаимопомощи, мы ещё читаем Акафис. То есть, собираемся, в восемь часов поднимаемся в храм, который находится в епархии на втором этаже, и там все вместе читаем Акафис. То есть, молимся Богу, чтобы Он нас укрепил, дал нам силы, помог нам справиться со своими проблемами. То есть, некоторые молятся за себя самих, некоторые приходят, чтобы помолиться за своих близких. Так мы их выздоравливаем. Вы слушали программу «Живое слово». Субтитры создавал DimaTorzok